Друзья, сегодня у нас такой день, я решила сделать пирожки. Начинка у нас будет рыбная, я буду делать их с консервами, с консервой тунной. Все, которое я только лишь просто ее так пережму, она тунна в масле у нас получается, поэтому она не должна быть сухой внутри, то есть она не будет сухая внутри. И все, сейчас я заделаю дорожжевое тесто перед тем, как я иду в школу, я вам сейчас покажу, как я это делаю. Ну, в общем-то, в принципе, вы можете делать и какое-то дорожжевое тесто для пирожков, которое вы знаете, но у нас здесь использоваться будет и молоко, и яйцо, поэтому, кто, в общем-то, делает это по каким-то другим там вегетарианским рецептам, пожалуйста. Можете поделиться также с нами, написать внизу в описании к этому видео свой рецепт, не в описании к видео, извините, в комментариях ваших к этому видео. Вот, я буду использовать, естественно, дрожжи, естественно, яйца, сахар немного. Мука, молоко, ну, в общем, вы посмотрите. Все, хочу сейчас сделать это тесто, потому что оно должно примерно 40 минут постоять, и оно у меня постоит больше, потому что я пойду в школу, пока я приду со школы, в общем, пусть себе стоит. Давайте начнем с вами готовить. Я пока вам буду готовить, буду все рассказывать. Значит, я беру посудину. Я беру, мне нужно, чтобы уже в этой посудине было молоко. Молоко нам нужно 250 грамм, и молоко должно быть у нас теплое, не теплое, комнатной температуры. Но я вам скажу так, если оно будет, да где же это у меня здесь есть, если оно будет более теплое, чем комнатная температура, тем быстрее наша опара подойдет, приготовится, в общем, впитает и отдает все самое лучшее. Поэтому я ставлю буквально, ребята, на 20 секунд в микроволновую печь. 20 секунд. В микроволновой печи у нас сейчас немножечко молоко подогрится, потому что оно до этого у меня было в холодильнике. Я его, конечно, выставила, чтобы оно постояло, но оно не успело охладиться, оно холодное. Значит, молоко 250 грамм. В это молоко сейчас у нас пойдет полторы чайные ложки сухих дрожжей. Я покупаю вот такие вот дрожжи. Они есть разных абсолютно фирм в Канаде, но они сухие, гранулированные такие вот дрожжики. Вот, они есть для выпечки хлеба. Пиццы по картинке можно встретить, для меня они все на один, как говорится, на одно лицо. И называется на английском дрожжи «Истц». Меня часто спрашивают, Инна, где можно найти дрожжи? Знаете, люди приезжают первые, не знают, как это выглядит, где в каких отделениях это встретить. Идете там, где выпечка, где мука, где все для выпечки. Там стоят обычные дрожжи. Они есть в пакетиках, они есть в баночках, они даже есть в герметических упаковках таких. Но это уже не сухие дрожжи, да, а настоящие такие мокрые дрожжи. В Костка продаются. И, кстати, на этой неделе я иду в Костка, и там я буду покупать такие дрожжи, потому что эти у меня заканчиваются. Итак, молочко у нас, скажем, сейчас стало чуть больше, чем комнатная температура. Напоминаю, здесь 250 грамм молока. Сюда же у нас сейчас пойдут дрожжики. Полторы чайные ложки. Ну, я брошу капелюшку больше. Так, теперь сюда же у меня идет сахар. Сахар, вы знаете, я бы не ложила, просто я использую рецепт, который, в общем-то, я видела у одного кулинарного, значит, у ведущего. Он добавляет сахар, ну, для того, чтобы дрожжи себя лучше раскрыли. Они, естественно, как известно, любят сахар. И, в общем-то, это тоже придаст определенный вкус тесту. Дальше. Значит, сюда идет у меня одно яичко. Вот. Одно яичко. Так. Все. Одно яичко. По моей ручке сразу. Вот так. И что? Масло. Масло 50 примерно грамм сливочное мне нужно. Так, где ножик? Оно должно быть тоже комнатной температуры. Но у меня оно тоже, опять-таки, оно у меня побыло. Но, видите, вот оно даже, ну, оно, то есть, мягкое, можно как-то там. Но оно должно быть все-таки мягче. Поэтому, что я делаю? Я беру посудину. Лайфхак. У меня здесь уже заранее был подготовлен кипяток. Я ополаскиваю, ополаскиваю. В кипятке посудину. Сюда, в эту посудину, я покидываю необходимое мне количество масла. Где-то вот так. Вот будет вот такой кусок. Я его опускаю вот сюда. Так. И закрываю это крышкой. Вот, вот так. Чтобы оно пропарилось. Пропарилось. Потому что, если мы поставим в микроволновую печь масло, чтобы оно, понимаете, жир, когда он будет таять, он отделится, вот эти вот, вода, короче, от вот этих вот молочных жиров. И, в общем, оно не совсем даст вот это вот необходимое нам сочетание. Так, тем временем я беру уже веничек. У меня давит там помощница. И начинаю потихонечку вот это все здесь размешивать. У меня уже время подходит. Мне через буквально 15 минут нужно выходить в школу. Сегодня день у нас, слава богу, впервые за длительное, за последнюю неделю солнечный, приятный, потому что были дожди. Мы очень много травы высадили. Ну, семена, мы засеивали семена. Я очень рада, и вы видели в моих предыдущих видео, что все-таки прошлогодняя черешня, которую мы посадили, уже зацвела. То есть, прижилась все у нее хорошо и замечательно. Вот посадили же новую черешню. Надеюсь, в следующем году с ней произойдет такое же прекрасное чудо. И она точно так же раскроет свои цветы для нас. Вот как это уже начинает все выглядеть. Замечательно. Так, теперь, так как у меня молочко тепленькое, и маслечко уже подтаяло, я его сюда опускаю и тоже его здесь как бы развожу. В этом все деле. Я не планировала еще вчера вечером делать пирожки, поэтому можно было просто заранее вытащить масло, чтобы оно получше разошлось, и молоко заранее, то есть за несколько часов. Вы знаете, например, вы делаете пирожки масла желательно с ночи, чтобы стояло уже на столе, а молочко хотя бы часа за два. Ну, или просто быстренько 10 секунд. Но это просто сегодня многие люди не пользуются микроволновыми печами. Вот. И поэтому, конечно, для них нужно заранее побеспокоиться о молоке и масле. Чтобы они были комнатной температуры и быстро и легко разошлись в апаре. Сегодня давно такое видео болталка. Не получалось, ребята. Во-первых, не было настроения. Не было какая-то была погода, не было настроения с этой камерой, с этим компьютером. Сегодня, думаю, мне надо записать. Нужно ребятам моим напомнить, что я здесь. И что ничего не происходит такого, что грандиозного. Ну, происходит на самом деле. Происходит большая работа над моим курсом, которая, к сожалению, не закончилась, как я планировала. К концу апреля. А она еще будет продолжаться, скорее всего, до середины марта. Вот. Но уже как бы все это идет к концу. И я надеюсь хорошему. Так. Теперь мне нужно, ребята, 500 грамм муки. 500 грамм муки вмешать в мою опару. Вот. Оно должно быть до такого состояния дойти, чтобы не липло к рукам. Так. Мы пока перемешиваем, я продолжаю говорить. Так вот. Кстати, в тесто вы можете добавить еще любимые нотки. У меня просто сейчас реально полное отсутствие. Вы можете сюда и накрутить. Как оно называется? Цедру лимона. Цедра лимона лучше всего. Но можете даже цедру апельсина, понимаете? Можете сюда каких-нибудь гвоздичную стружку добавить. Все, что вы любите. Все, что вы любите. Все, к чему вы привычны, вы можете добавить в тесто. Но вообще прикольно, конечно, с лимонной стружечкой. Оно придает такой свежести определенной. И запах какой-то такой невероятный, невероятный аромат. Так, все. У меня уже не крутится вот этим, как оно называется. Венечка. Мугаби что-то какой-то пересушенный нос эти дни. Она шмыргает, шмыргает. А там ничего нет. Он сухой. И я подозревала, что у нее это что-то типа аллергического такого. Сараза, слазь. Налипла. Сначала это лучше делать. Ну, вот когда вы уже все ингредиенты как бы перемешали, уже лучше руками начинать вступать, работать, чтобы потом не бороться с вот этим тестом. Потому что мне жалко оставлять какую-то капельку теста на венечке. Все, очистили, очистили. Вот, все. Так, сейчас немножко подцеплю себе на руку тесто. Желательно, конечно, тесто сильно много не давать, чтобы оно не получилось забитым, и чтобы оно легко поднялось у нас, чтобы было красивенькое такое. Вот. Опять-таки, я сказала муке 500 грамм. Да, то есть полкило, два стакана. Я использую у меня по 250. Всегда, когда я говорю стакан, я имею в виду 250. Вот. Вот. Но, опять-таки, тесто же мы знаем, мука есть разная, и кому-то понадобится ее больше, кому-то меньше. Вы уже должны смотреть по руке чувствовать. Вот. Ну и по тому, какое тесто вы любите. Люди есть, которые более любят пушистое, воздушное. Есть кто-то, что любит, чтобы было более такое забитенькое, потверже. Вот. Вы просто катайте такой колобок. Это все должно быть на этапе, когда это все не липнет к рукам. Ну, у меня именно такой этап пришел. Счищаете все лишнее с рук. Формируете аккуратненький колобок. Все это только ручная работа. Этого теста очень мало для того, чтобы делать его в миксере. Поэтому и вообще дрожжевое тесто любит руки. Все-таки. Это уже давно известно. Кроме того, что, конечно, на пиццу я делаю все равно на машинке. Так, все. Я сделала такой вот колобочек. Я вам сейчас его продемонстрирую. Вот. И я, когда пойду в школу, пока я буду ходить, пока, может быть, я там буду гулять, оно поднимется нам до необходимых размеров. Вот. Все. У кого-то, может, но более поглажив получится. Ничего, оно все его выровняет. Накрываем так. Сейчас я помою руки. Накрываем после этого тесто, конечно же, полотенечком. И даем ему, ну, минимум 40 минут. Ну, если есть возможность побольше, то можно и побольше, естественно. Вот. Потом, перед тем, как мы начнем формировать пирожки, мы, конечно же, его еще раз немножечко помнем. Вот. Но, по большому счету, все, тесто готово. Сейчас я накрываю его полотенечком. Я встоку при комнатной температуре. И чем теплее место будет, в котором находится блюдо с тестом, тем быстрее и лучше оно поднимется. Все. Это я сделала. Для меня это было важно и счастливо. Все. Теперь оно может спокойно себе стоять и ждать своего часа. Мы, наконец-то, добрались домой. Уже к нашему жадче дом. И сейчас мы посмотрим, что у нас с тестом. Вау! Какая красота! Так, значит, что мы делаем? Мы сейчас немножечко его подомнем. Сейчас вот я его все соберу. Подомну. Выпустим с него весь газ. Вот так мы его подомнем аккуратненько. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Хорошенечко так аккуратненько, чтобы все. Еще раз я его так смяла. И я его еще раз немножечко оставлю отдыхать. А пока оно будет отдыхать, я подготовлю свою начинку. Значит, можно делать, конечно, например, кто любит с вареным яичком. То есть, например, туна в консервированное, напоминаю, и яичко. Можно туда еще добавить зелень. Можно туда добавить какую-нибудь приправу лука и так далее, так далее. Вариации бесконечное множество. Можно с рисом, можно сладкие. Короче, какие вам нравятся. Но я буду делать с туной. Значит, все. Сейчас просто я ее открою. Выложу какое-то блюдо. Посмотрю, как я ее приправлю. Может, я ее не приправлю. И тем временем я уже ставлю разогревать духовку, потому что у нее берет время у меня, пока она накаляется. Так. Все. Вот это начиночка. Мои здесь маленькие три баночки, которые в Коско берут. Туночки. Вот эти вот. Вот такие вот. Туночка такая маленькая. Три такие баночки. Вот. Я их сюда. Они в масле уже, поэтому ничего добавлять не нужно. Перемалывать ее не нужно. Она приятная, нежная. Она не соленая, она не сладкая, не перченая. Она как раз нормальная. Но я единственное, что, наверное, все-таки немножко подперчу. Расчет основной у меня идет, конечно, на всю семью, но в основном на моего сына. Он у меня любитель таких вещей. И, в общем-то, он любит еду с пряностями. То есть она должна быть со вкусом абсолютно. Значит, все. Теперь я беру... У меня уже духовка почти дошла до нужной температуры. Все. Я взяла свое тесточко. Вот такую вот с него сделала колбаску. Сильно не мусолю. Напополам. Каждую половиночку на... Тоже на 5 частей, в принципе. На 5 частей. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так. Все. И вот так разминаю. Все руками. Все абсолютно ручками. Все. Беру начиночку. Начиночку. Не жалеем. Как говорится, не на продажу. И слепляем, как будто вареничек. Вот так. Если он какой-то страшненький получается, не страшно. Потому что пока я сейчас буду их лепить, пока они будут у меня ждать зайти в духовочку, они еще немножечко дойдут. И вот эти все неровности исправятся. Вот такое. Так. Я на противень выкладываю сразу. Так, следующий пошел. Ох, тесточка прелестная просто. Все. Видите, духовочка уже дошла до нужной кондиции. Так, дальше. Когда они у нас будут уже полностью готовы, то, в принципе, конечно, нужно смазать желтком сверху. Взбить так желточек и смазать. Но я смажу просто сверху немножечко молочком. И все. Нечего их. Все хорошо. Главное закрепить шов. Такой длинненький. Еще второй пошел. Следующий. Я очень люблю все, что с тестом. Просто. Просто. Обожаю. Ну, вот такой я человек. По мне видно, что я это все люблю делаю. Абсолютно. То есть не могу. Не могу себе отказать. Я, конечно, слава богу, не готовлю сильно много. Потому что у меня в доме не то, чтобы это сильно едят. Я знаю просто, что когда я готовлю, я сама это в основном и съедаю. Так как у меня супруг не рос на такой кухне. Меня мама очень много пекла. Пирожков. Разных таких вот всяких мощных вещей. Мой муж не рос в такой культуре. У меня у мужа они в основном ели крупы и мясное. Это их не была еда. Вот. Поэтому. Для меня это все любимая кухня. Но я, с другой стороны, не хочу приучать также своих детей. Поэтому я не готовлю часто, не пеку. Но иногда я делаю такие вещи. То есть, по крайней мере, есть у меня знания, как это делать. Знаете. Если вдруг кто-то захочет, я могу детям такое что-то сделать. Так. Все. Залепливаем. Залепливаем, залепливаем, залепливаем. Шов не нужно делать слишком толстым, чтобы хорошо, легко все поднялось и подошло. Вот такие варенички. Вот такие вот варенички. Так. Пятая штучка. Очень быстро лепятся. Видите, без проблем. Вот. Вышли у нас уже, блин, одуванчики. Ну, я уже надеюсь, хоть, может, мы в следующем году от них избавимся. Мы должны будем, поедем в Америку, купим специальную химию. Надеюсь, она поможет. Ну, там такая. Даже здесь у нас не продают в Канаде такое. Только в двух провинциях. По-моему, в Манитобе продают. И в Альберте. Вот. В Антарио не продают, потому что сильно, типа, считается химическим. У нас тут все, как сказать, зеленое, так сказать. Все за природу. Ничего против природы. Поэтому мы привезем из Америки. Там дешевле можно купить. И польем. Может быть, оно исчезнет. Я не знаю, к следующему году. Может, да, может, нет. Ой, ребятки, вот. Так что, в общем. Все, беру вторую половину тесточка. Сильно не мутькаю его и не матькаю, потому что, ну, это все-таки не пельменное тесто, а на пирожки. И тоже его на равных, относительно равных, у меня неравные получились, 5 частей. Так, будет большой. Кто-то, может, раскатывает. Ну, ничего раскатывать. Все руками можно сделать. Так, сюда побольше начинки, потому что это большой такой порошок получился. Вот, мои дорогие. Это, наверное, большой будет для меня, потому что я обожаю тесто. Я же говорю, у меня Габи съест тесто все вокруг объест, а все остальное ставит там, где будет мясо. И Душка весь целиком съест. Видите, как быстро и готово. То есть, это просто заделать тесто. Пока делаете какие-то свои дела, оно поднимается. И все, налепил. Получается, с этой порцией 10 таких штук. Ну, если может какие-нибудь мини делать, конечно, то они больше получатся. Это, как бы, по-моему, нормальный самый размер. Вот такой, мой дядь, маленький совсем получился пирожок. Так, все, и последние пирожочки. Сейчас уже, как я и говорила, приходит весна, хочется путешествовать, начинать больше. Хочется больше путешествовать. У нас же сейчас 150 лет Канаде. И у нас вот эти вот пассы есть бесплатные во все национальные парки Канады. Ну, и не только в парке. Там даже есть еще какие-то достопримечательности. Есть целая карта. Можно бесплатные билеты взять в интернете, заказать. И, в общем-то, по всей Канаде путешествовать. Повезло нам в этом году тоже. В прошлом году у нас был еще Cultural Access Pass. Я вам все видео от него вставлю в плейлист к этому видео. В конце вы сможете на него перейти. В конце этого видео. Вот. И мы, конечно, повидали огромное количество мест. И, ну что ж, у меня не хватит на один. Надо разделить. Разделить. Так, разделим. Тютля в тютлю. Три баночки у меня сюда, кстати, ушло. Вот таких маленьких тун. Так что в прошлом году мы нагулялись очень много. Очень хорошо воспользовались вот этим Cultural Access Pass. Я советую всем, кто получил гражданство и получил в подарок вот эту вот карточку для семью. Обязательно ездите, смотрите. Потому что, ну когда еще будет такая возможность? Я даже сейчас просматриваю видео. Вот делала этот плейлист. За... Получается, за... 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 Май. Мы уже столько путешествовали в это время в прошлом году. Столько всего повидали. Вот. Хочется возобновить. Ну просто как-то погода такая. Не хочется даже никуда выходить, вылазить. Так уже нужно будет начинать ездить. Я, в принципе, ради этого и перенесла нашу музыку с субботы на четверг. Чтобы можно было в субботу куда-то, в воскресенье выезжать. Ну что-то как-то погода не позволяла. Потому что все-таки все эти парки, они закрытые. В закрытые места все, да? Вот. И... То есть закрытые, я говорю, открытые. Поэтому на природе не полазишь. То есть если мокро, после дождя или во время дождя. Вот. А музеев сильно много нет. Поэтому пока сидим. Ну вот сейчас погода вроде... Этот какой-то длинная кишка получился. Сейчас погода вроде налаживается. Так уже можно будет поездить. Так. Вот, ребяточки. Вот мои пирожочки. Вот как они выглядят. Так, сейчас этот надо будет уместить. Надо будет сейчас этот пирожочек. Сильно близко ставить не хочу. Потому что они, конечно же, все слипнутся. Они по-любому слипнутся. По-любому. Вот. Но хотя бы, чтобы не так сильно. Более-менее, чтобы было между ними ровное расстояние. Так. У меня пергаментной бумаги нет. Закончилось. Нужно будет в Костка купить. Я, по идее, по плану должна завтра попасть в Костка. Конечно же, будет обзор. Не знаю, правда, когда. Возможно, в следующий четверг. Как обычно у меня обзоры по четвергам. Все, сейчас я просто смажу это молочком сверху. Вот. Так, значит, все. Мы ставим пирожочки наши на 20 минут. На 180 градусов. И потом еще мы все выключаем. И 10 минут они доходят в духовке. Ну, примерно где-то вот, да. Как-то так. Все зависит, конечно, от духовки. Но в среднем такие вот, такое время. У меня уже они немножечко, к сожалению, разорвались в духовке. И вытекло масло, которое из Туны. Но я думаю, что это не помешает их нему вкусу абсолютно. Вот какие они хорошенькие уже получились. Видите, там надорвались. Но они шикарные просто. Ну, вот так вот, ребятки, что получилось у нас. Такие вот пирожочки. Красотульки. Ай, горячие нельзя притронуться. Ой, мягкие, какая прелесть. В общем, короче, сейчас мой ребенок будет кушать. Я надеюсь, наслаждаться. Пинозок горячий, да, Габи? Иду, кушаем. Чем ты занял? Пидушка кушает пирожок. Ему понравилось. Это уже второй. Говорит, что может быть хочет еще один. Еще один получит пирожок. Такой смешной. После школы волосы торчат. Сейчас пойдем уже играть на пьянина. Вот такой пирожочек вкусненький. Вот так Туночка выглядит. Так тесточка выглядит. Нями, нями, нями. Можно было еще дать, конечно, ему дольше постоять. Например, полчаса. Вот когда вы их уже свожили. Дать еще полчаса настояться. Но мне не было времени уже ему давать второй раз настаиваться. И просто тоненько сильно его сделала. Ну ничего, я просто не так часто делаю пирожки. Так я сноровку теряю. Каждый раз, как в первый раз делаю. В общем, приятного аппетита. Вкусно. Пятый привет еще раз. Добрый вечер. Все у нас уже вечер. Мы после математики. Уставшие, замученные. Я еще, наверное, пойду на пробежку. На проходку вечернюю. Воспользуюсь хорошей погодой. Потому что придет завтра дождь. Все вам хочу пожелать. Спокойной ночи. Доброго утра. Хорошего дня. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok